Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. И сегодня я проживу целый день всего на 100 рублей. Завтрак, обед и ужин. Это еще будет с мясом. С вас по традиции лайк, подписка и комментарий. А самый остроумный, интересный или веселый комментарий я сделаю закрепленным. Ну что, друзья, погнали в магазин. Посмотрите, батон обеденный 13,90. Одну штуку возьмем. Капуста белокочанная 19,90 за килограмм. А вот смотрите, для меня как раз приготовили вот эту малышку. Берем картофель в этом магазине по 19,90. Возьмем побольше. Что-то мы давно не готовили картофель по-деревенски. Давайте сделаем. Берем суп-рассольник по 12,90. Мы его, кстати, брали в закупки. Так, каша овсяная традиционная с абрикосом. Берем с абрикосом. О, десерт дозированный на завтрак по 5 рублей 90 копеек. С кокосом. Свекла по 17,90. Давайте возьмем самую маленькую свеколку. Блин, было бы молоко, друзья, можно было бы взять еще яйцо на рынке. Вот молока дешевого нет. Вот 7,50 его всегда разбирают. Хоть кризис, не кризис. Всегда оно популярное. Но оно в неудобных вот этих пакетах таких, знаете, мягеньких. Поставил в холодильнике, и оно все утекло. Его переливать надо дома. Так бы можно было взять еще одно яйцо и сделать офигенный грен. Ну, это остальное молоко дорогое. Ладно, пойду на рынок, возьму там что-нибудь, каких-нибудь куриных потрохов. Друзья, но прежде чем мы начнем выживать день на 100 рублей, я хочу порекомендовать вам своего коллегу по цеху, фуд-блогера Джорджа Вики Хао. Да, друзья, вы не ослышались. Кто помнит, Жорика Ревазова по автообзорам. Это канал Миллионник. Он снимал про автомобили. И сейчас он решил перепрофилироваться. Делает фуд-обзоры. Но обзоры я смотрю, вот первые его 5 видео посмотрел, на не очень здоровую пищу. Походу Джордж с первых 5 видео решил свой желудок в ноль посадить. Жорик, ты там поаккуратнее. Пирчиком отпивайся после видосиков. Ради подписчиков не щадит, так сказать, живота своего. А вот и новое видео у него вышло. Чипсы Лейс против чипсов Прингл. Надо печень тренировать, надо ее, сука, не давать ей отдыхать. Тренировки не дня отдыха, не дня отдыха. Так что, вперед. Советую всем спуститься в описание, подписаться на Джорджа Вики Хао, поддержать коллегу по цеху, поставить ему лайк, комментарий. Друзья, ну я погнал готовить завтрак. Ё-моё, кто тут протек-то? А-а-а, конденсат от нее пошел жесткий. Короче, взял на рынке курицу, друзья. Я не знаю, что это за часть. Было написано суповой набор. Ё-моё, суповой набор. Но тут как будто бы часть ножки какой-то. Крыло или что? Поставим это размораживаться все дело. Капуста на 14.30 вытянула. Картофель тоже на 14 рублей. Батон обеденный 13.90. Каша овсяная 5.90. Суп. Ого, суп рассольник 5.50 всего. И свекла ранняя 12.90. Что-то дорого. А-а-а, нет, свекла. Свекла вот, рубль 90, а суп рассольник 12.90. Все, понятно. Десерт глазированный 5.90. Итого 68 рублей 76 копеек. 76 копеек они не берут. То есть 68 рублей. А мясо птицы у меня вытянуло на 35 рублей вот этот кусок. Ну, чуть до вылезли мы за бюджет. Там 100, 100, сколько, 100? 103 рубля. Но ничего, думаю, страшно. Давайте курицу поставим размораживаться вот сразу, да? На завтрак мы возьмем десерт. Овсяную кашу. Хлеб. Так, свеклу в сторону. Ну, в принципе, и все. Каша овсяная. С абрикосом. Абрикосы-то не видно. 35 грамм. Так, залили водой. Говорят, на 5 минут. И накроем крышки. О, посмотрите. Мама Сергея Яцкоборовского подарила мне, когда они приезжали в Россию. Все. Все. Еще у меня десертик будет на завтрак. Давайте для нажора хлеба отрежем. И водичка просто кипяченая. Водичка кипяченая. А на обед я из свеклы сделаю напиток, друзья. Думаю, все уже готово. Так. Что она какая-то солено-сладкая? Хлопь овсяный, сахар, абрикос сушеный, соль, ароматизатор, абрикос. Понятно. Прикольно. Нету жмыха. Знаете, бывает, в овсянки жмых попадается. Поливали как-то плево. И абрикос реально есть. Это не просто фантастика. Вот кусочек абрикоса. Надо было две брать. Но с хлебом нормально. Кипяток. Я вот все думаю, как свеклу высушенную перемолоть. Какую-то ступку или двумя камнями. Десерт. О, тоже мелянина. Это самая дешманская продукция, походу. Не пойму, каким-то чесноком отдаешь что ли? Привку знаете какой? Я думал, что это чеснок какой-то краской что ли отдает. Хлебом заедет. Ну это, это ужас вообще какой-то. Ну что, давайте сейчас помоем свеклу, порежем, будем сушить ее. Смотрите, режем свеклу. Все. Сейчас это на пергаментную бумагу и в духовку. На медленный-медленный огонь. Как раз до обеда высохнет. Так, ну что, в общем, все готово. А у нас уже время обеда. Вот оно, как все получилось. Я еще немного на сковородке обжарил. Ого, как высохло. Будешь кофе из свеклы? Нет. Спасибо. Почему? Дай хлеба, пацану. Смотрите, прям похоже даже на кофе. Раз. Да, надо мусорный бак на улицу большой купить. Либо как я вот на обуви вот такой лоток купила на него. Вот, наверное, все. Тарелки, которые ты сейчас делаешь, не делают. Это мой фамильный сервис. Ну, а в каком делают? Ну, в обычном. Что там? Робот-пылесос включили. Он его покоя в жизни не дает. Вообще не дает. Он его изводит. Вот, ребят, смотрите, что получилось. Ну, понюхай, ну, пахнет кофе. Скажи честно. Вот честно, вот понюхай, скажи. Это цикорий? Да, пахнет. Это не цикорий, это свекла. Похоже, да, очень. Даже по цвету похоже. Похоже, по цвету подминаду вставать. Пойдешь головушкой. Так, все, разморозилось. Что тут у нас? Блин, ну это не ноги. Это часть крыльев, да? Какая-то, какая-то часть крыльев. Это, фу, печень. Непонятно. Так, раз, два, три, вот таких, три-четыре части вот таких вот. И вот эта вот штука. Вот эту штуку я, наверное, на ужин оставлю. Давайте картоху по-деревенски. Раз. Два. И еще вот так вот, да, получается. И вот у нас дольки для картошки по-деревенски выходят. Красивые, аккуратненькие. Получается, мы делаем раз, два, три. Так, теперь берем приправу. Да любую, которую найдете с солью. Перца чуть-чуть. Ё-моё! Ох, переборщил. Сюда все это дело засыпаем. Быстрее, чем в духовке получается. Налил воды для супца. Все, включаем. Способ приготовления. Содержимое пакета высыпать в один литр кипящей воды. 10-15 минут до готовности. Мы могли бы сюда еще одну вот эту ножку или крыло, я не знаю, что такое картофеля. Но куда столько картохи объедаться? Я люблю, когда суп больше, так сказать, бульона, жидкости. Вообще люблю просто бульон куриный. Если так же, как и я, ставь лайк, любишь. Так, все, вода закипела. Супрассольник. Интересно, будет ли он похож на настоящий рассольник? Перловка есть. Соль морская. А, крупа перловая, соль морская. Картофель сушеный, масло растительное, морковь сушеный, лук репчатый. Порошок мясной говяжьи. А где огурчики? Самое главное в рассоле это огурчики. Подстава. Ну что, супецки варятся, да, потихоньку? На пятерочку, на четверочку его включим. Так. Пахнет, отвечаю, кофе. Все, давайте воды. Все, больше не надо. И на медленном огне, минут, наверное, 10, и будет обалденный кофе. Вроде все готово. Так. Иди сюда. Да. Надо было все-таки добавить сюда картошечки. Чуть-чуть. Хотя, не, нормально. Вот тушенки, да, сюда, друзья? Тушенки. Слушайте, ну тут на добрых. Две порции будет. Хотя на упаковке 4 написано. Что тут у нас получилось? Пообедаем. Ребенок уже спит, поэтому буду говорить чуть потише. Обеденный сон у него, чтобы не разбудить. Раз. Два. И мне хватит. Как будто крепкое кофе. Конкретно крепкое. Нам было больше воды добавлять. Реально на кофе похоже. Я офигел. Знаете, не такой уж и плохой рассольник. Даже картофель есть. Прямо со шкурой картофель. А, они пытались добиться эффекта рассольника без рассола. Переловки очень много. А что, крупа недорогая? Вообще, я тут китайскую мудрость одну прочитал, старинную. Пей больше воды. Ешь много риса. Мясо прячь в овощах. У нас обычно наоборот. Мяса дофига. И овощей поменьше. Нормальная тема. Супец жиденький, легенький. Правильно, что я туда картофель не добавлял. И курицу. Такой легкий должен быть. Вот, ребят, возьмите на заметку в этой пачечке. Он настолько соленый. Если кто любит на выходные ульнуть, употребить. Вас подлечит. Ну-ка. Я так до конца и не понял. Какая-то вся с курицей. Похоже на ножки. Это часть крыла. Все, я понял. Вот это, которое крепится. Вроде прожарилось. Лук нужен. У нас дома лук закончился. Кабрикина там список накидала. Пойду закупки делать ей. И заодно куплю это лук рецепт. Как-то вздулась, посмотрите. Шкурой какой-то второй. Вторая шкура пошла. Она вся в этой курице обвалялась. Это вообще законно делать кофе из слегка? Вот эти вот сейчас модные хипстерские всякие кофейни есть. Где там лавандовый раф, там еще что-нибудь. Еловый раф, там кофе со вкусом лаванды. Там ужас на любителя. Вот. Берите на заметку кофе из свеклы. Без кофеина. А может и есть он кофеин. Но на кофе похоже. Реально. Похоже на растворимый кофе. Походу весь растворимый кофе и делают из какой-то свеклы. Картофель по-деревенски. Зачетная. Не хватает сырного соуса. Плохо, что не было фарша на разрез. На линзе. Потому что хотел все-таки фаршик взять. Супчик с фрикадельками сделать. И картофель пожарить с фаршем. Очень люблю. Скоро грибы пойдут. Но я в грибах профан. Скачал приложение, которое типа... Скоробейки напишет. Говорит, тише. Скачал приложение, которое грибы определяет. Пошел в лес в прошлом году. Раз, гриб. Он мне сначала говорит, такой-то, такой-то. Я беру под другим ракурсом немножко сфотом. Он говорит, уже другой. В пень с этим приложением можно откипеть туда. Или туда. Все, друзья, я фул. Я полный. Курицу все съел. Картоху скоробейкиной я ставлю. Не знаю, кофе это допивать. Оно реально жесткое. Надо его развести немного. А так, кто не пробовал, попробуйте. Очень похоже на растворимый кофе. Прямо серьезно. Друзья, не переключайтесь. Встретимся с вами на ужин. Одну луковицу в магазине. И кусок вот такой морковки. Все вместе на 2,50. Так, сейчас нашинкуем ее. Ну-ка попробуем, как она на вкус. Многие кочерыжку выкидывают, говорят, нельзя есть. Картохи чуть-чуть. Теперь луковицу. Отлично. Все. Теперь лучка добавляем. Посолим-поперчим. Так, это точно соль? Мм, да. Это же приправа. То, что надо с закупки. Ой, как глаза режет. Включил на самую мощную. На девяточку. Сейчас пока воду не наливаем. Посмотрим, как капуста даст сок. Так даст. Не даст. Нальем чуть воды. И вот это вот дело. Вот это вот кукурицу. Кожу с жиром. Для нажора кинем. Кто говорит, что это все дело вредное? Да, не спорю. Возможно, это и вредное. Ну, это самый нажор, друзья. Это самый нажор. Мяса, походу, нет нифига. Вот он что-то продают его по дишману. А не, что-то есть. Что-то есть. Так вот, по чуть-чуть мяса с нее обдираем. Это вот все, все, что мы смогли добыть. Дальше там уже просто вместе с костями срезается. Не густо. Ну, а что вы хотели за 35 рублей? Ну, хоть вот эти ножки-крылышки какие-то непонятные были. Они с такими, знаете, на рынке неказистого вида. Такими комками замороженными. Не одним брикетом, а комками. Я говорю, вот этот вот комочек замороженный. Возьмите побольше. Я говорю, да не надо побольше. А, вот там кошки. Я, да, да, кошки. Я, Сан Саныч Богомолов. Это для меня. Сейчас переключаем на медленный огонь. Пускай готовится. Курица сейчас на пару тут просто сварится. Потом помешаем, она там поджарится на низах. Пора и поесть. Пора и поесть. Посмотрите. О, сколько получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Горячая, горячая, горячая. Сюда вы знаете что? Сосисок. Вот мне нравится тушеная капуста с сосисочками. Капуска с сосисками. Что-то видос такой был. Что-то там с капуской, с сосисочками. На ужин я кофе это пить не буду. Жесткое такое. Водички попьем. Слушайте, очень круто получилось. И мясо вот встречается. Скоробейкино понравится. А то я и утром сказал, все, а сегодня выживаем на 100 рублей. Много еды останется. И суп. Капуста наломает. Ужас. А тут все. Без ужаса. Конечно, полного дистиллата в домашних остолосах не получить. Но оно и ни к чему. Слушайте, мне вообще пошла тема. Так, миска, миска надо повылавливать. И получилось вообще супер шикардос. Читал новости. В Москве ввели, типа, как карантин для всех. Из дома даже нельзя выходить. Только если вы не на работу идете. Или в аптеку, или в магазин. Также можно мусор выкидывать и с собакой гулять. Но не дальше 100 метров от дома. Собянин психанул конкретно. Потому что в телеграме видел видосы. Получается, не рабочая неделя как началась. Все погнали на шашлыки. Кайфули. Все. Сейчас всех жестко наказали. Сидите дома. Мы за городом сидим. В Москву-то въехать можно, а не сейчас как. Как у вас в городах, ребят. Дела обстоят. Пойду затоплю баньку. Да распарюсь конкретно. Попробую сегодня 120 градусов нагнать. А вы, друзья, в свою очередь подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите в комментариях идеи новых видео. С вами был Сан Саныч Богомолов. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok